Разместим реальное объявление на сайте Куфарбай. Это будет объявление о продаже реально существующей вещи со всеми обычными условиями. И мы с вами понаблюдаем, будут ли к нам обращения со стороны, скажем так, необычные обращения, которые могут быть расценены как мошеннические, либо как преступные. И мы попробуем посмотреть, что будет происходить, какие ссылки нам будут направлять. И пример одного из разговоров, я думаю, что мы попробуем пообщаться с кем-то из потенциальных покупателей. Итак, открываем сайт бесплатных объявлений. В качестве наживки на мошенников продаем зимнее женское пальто. Выставляем все необходимые параметры. Цвет бордовый, размер XS, цена 50 рублей. Чтобы наше объявление выглядело реально, мы найдем специально подготовленные фотографии пальто. Ну давайте выберем несколько, да? Чтобы оно выглядело реалистично. И мы попробуем его описать вкратце. И укажем мои контактные данные, мой реальный номер телефона. У меня подключены все мессенджеры. Там есть моя фотография, есть фамилия, имя. И вот здесь мы допускаем самую первую и распространенную ошибку. Если сразу после размещения публикации телефон начинает раскаляться от сообщений, можно не сомневаться, 99% что это аферист. В бытовой ситуации человеку нужно какое-то время, чтобы осознать, пообщаться, посмотреть. То есть достаточно большой объем детальной информации запрашивает реальный покупатель. Как правило, смс приходит с кодом оператора, например, плюс 380 или плюс 795. И это уже второй звоночек. Лживые покупатели все как один и нагороднее. У них четко выверенная схема. Не проходит нескольких минут и вайбере уведомления. Покупатель девушка, есть фото, только префикс украинский. Задает вполне ожидаемые вопросы. После предлагает ту самую схему. Так, для оформления заказа, значит, необходимо фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона. Я все оплачиваю и вам кидаю ссылку тогда. Давайте лучше я сама отправлю наложенным платежом, велпочтой или европочтой. Расходы мои. Давайте адрес и свою фамилию, имя, отчество и номер телефона. Ой, не-не, знаете, меня так уже обманывали. А через европочту я коляску заказывала, все было хорошо. Там, знаете, там курьер как гарант, мне так безопаснее. Курьер приходит после получения денег, товар он проверяет на месте, и в случае удержания товара у меня есть ваши данные. Будет составляться определенное заявление. Уговорили. Ну, ты хорошо. А наложенным платежом мне уже отправляли кота в мешке. Через несколько минут мнимый покупатель присылает ссылку на европочту. Только домен не бай, а техно. Здесь просят ввести реквизиты карты, срок действия и даже ЦВЦ-код. В этот момент, когда мы вводим данные карты и подтверждаем, потенциальные преступники получают информацию о карт-счете, и, соответственно, у них появляется возможность похитить денежные средства, которые находятся на этих счетах. Причем существует несколько вариантов. Могут похитить именно ту сумму, которая фигурирует в объявлении, а может быть получен доступ полностью ко всему карт-счету, но, соответственно, все средства, которые там есть, все будут использованы. Вас, наверное, обманули. Оформите заказ на сайте европочта.бай. Так я на сайте оформляла. Этот сайт, на который вы дали ссылку, фейковый. Серьезно? А в какой город нужно отправить? А куда я деньги перевела? Не знаю. Обратитесь в милицию. Шикарно. Просто блеск. Извините, но я не смогу у вас куртку купить. Потенциальные преступники, они где-то рассчитывают на человеческую, не то что алчность, но на желание получить деньги здесь и сейчас. Они этим очень пользуются. То есть нет никаких проблем. Не нужно идти на почту, не нужно стоять в очередях, не нужно самому прилагать какие-то усилия. Вот денежные средства сейчас поступят, а потом подойдет курьер в течение одного-двух дней и заберет вещь. Наверное, это оптимальный вариант для продавца. Чтобы не попасться на удочку, не общайтесь в мессенджерах. Лучше созвонитесь покупателям или продавцом и убедитесь в его существовании. Обязательно проверьте адресную строку сайта, сверьте с официальным. Если же вы все-таки решили перевести деньги на карту, то откройте свое приложение интернет-банкинга и сами осуществите операцию. Лучше и вовсе завести отдельную карту для онлайн-расчетов. Эти простые правила позволят спать спокойно. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.